Всем привет! Партия белорусских мастеров. Партия номер 134 Рыбаков Бельский. CD4, FG5, BC3, GH4, CB4, HG5. BC5 разменялись, CD6, GF4 разменялись. Снова у нас дебют киевский кол или новокиевская защита. Далее была BA5, HG3, BA3. Черные увели шашку на борт сразу и белые сразу походили AB2. Далее была GF6, GF4, BC7 и DC3. Такой вот интересный план. Далее была HG7 и в партии был ход ED2. В курсе дебютов, кроме хода ED2, написано, что заслуживает внимания FG5 и на CD6 EF4. И как показал анализ, инициатива здесь у белых. В частности, проигрывает размен DC5. Вперед бить нельзя, потому что белые просто поменяются. Удерживая связку, выигрывают. В случае боя назад, CD4, далее допустим AB6, BC3. Если разменяются, то такая вот интересная идея. Отдали и поменялись. Пожертвовав шашку, удерживаем связку и побеждаем. Далее CD4, CB6, GH2, BA5, DC5. Хода у черных закончились, прогрош. Если тут черные играют не AB6, а допустим CB6, тогда BC3 и на BA5, DC5. И теперь на DC7 есть комбинация. CB6 отдали, CB2, ED2, убили в дамке с выигрышем. А если CD6, можно играть BC3, а можно просто поменяться. И потом на ED6, допустим, BC3, AB6, FG3. Черные никак не могут развить свою шашку G7 и снова у них прогрош. Поэтому ход DC5 проигрывает, но ничью дает ход DC7. И далее такое продолжение. Fe5 разменялись. CD6, EF4, FG5, Fe3, DC5. Размен вперед. И теперь на нападение CD4 такая интересная идея. Черные играют HG3. Теперь в случае боя в эту сторону играют CB4 и BC3. И уже белые должны делать ничью путем GF2 и CD2. Поэтому лучше бить сюда. Тогда черные бьют на E5, побили, побили. И эта позиция равная. В парте был ход ED2. И здесь черные ответили CB6 ошибочно. Им нужно было играть FG5, жертвуя шашку. Допустим, FE5, ED6, побили. AB6, GH2, DC5. HG3, GH6, EF6. Напали. Вернули эту шашку. DE5, CB4, FG5 размен и CB6 размен. И после CD4, EF6 позиция выровнялась. Но черные здесь сыграли CB6 и белые могли выиграть партию путем FG5. И теперь на размен назад. CD4, CD6 и GH2. Посмотрим эту позицию подробнее. У черных 4 ответа. AB6, DC5, DC7 и DE5. На AB6 есть комбинация DE5. Отдали. В эту сторону бить, бьем в данке. А если в эту сторону, тоже вот такой ударчик, прорыв и выигрыш. В случае DC7, EF4, AB6, допустим, Bc3, Ba5. Разменялись. CD6. Разменялись, разменялись. CD4. Снова не даем выходить черным F5. ED6, HG3. CB6, GH4. Далее DE5, DC3. EF4, GH2. Ba5, CD2. Черные прорываются в дамки. Но спасения здесь нет. Если ставят дамку на C1, просто уходим. А если на A1, отдаем B7. Вставим дамку и окончание выиграно за белых. Если меняются DC5. Тогда BC3, DC7. CB4, CD6, DC3. Fe5. HG3 пожертвовали. GH4. Черные в ответ вернули и EF4. Далее FC3 поменялись. Fe5. Размен. GF6, FG3. Fe5, GH4. EF4. Напали. DE5, EF6. И вот после такой вот сложной игры Эншпиль выигран за белых. И последнее продолжение. DE5. Тогда BC3. Теперь грозит удары в Ж3. Надо ходить EF4. DC5, DC7. ED4. Грозим выиграть шашку. Черные сами ее подкидывают и нападают. Теперь нельзя закрываться из-за комбинации. Надо играть CD2. АБ2 черные пошли в дамки. Белые нападают. И несмотря на то, что у черных очередь хода и они могут ставить дамку, у них спасения нет. То есть если дамку на А1, мы просто F5 затыкаем. А если на С1, тогда играем F3. Теперь если черные переводят дамку сюда, мы ее ловим. И здесь к победе ведет АБ6 и DC5. А если черные играют АЖ3, тогда ДЦ5. Побили. ED4. Побили. Побили на А8. Теперь на ходы дамкой. Дамка быстро ловится. Если нападут здесь, мы ходим на Д4. Побили. И вот таким образом поймали дамку. И переход в эншпиль здесь проигранный. За черных. А в случае хода на F4, такая же самая позиция, только чуть-чуть по-другому. Отдали дамку. Отдали здесь. И снова та же позиция, где проигранный эншпиль. А если размен, кажется, что можно выиграть как угодно, но это не так. Только CB4 ведет к победе. И если черные забирают эту шашку, уход дамкой на C3 единственный и HG7. И тут уже у белых выигрыш. Таким образом, белые могли выиграть после FG5. Но они походили в партию GH2. Это уже выпускают выигрыш. Далее было Dc7, Fe5. Напали FG3. Побили, побили, побили. Размены. Cd6, Bc3. И здесь черные походили AB6. Нужно было им играть Dc5. После Dc5 выигрыша нет. Но в партии был ход AB6. AB6 уже проигрывает. Далее было Gf2, Fe5. И здесь белые допускают ошибку. Надо было просто играть Fe3. Но они походили GH4. И это уже выпускают выигрыши. Черные могли походить Dc5 и после Fe3 провести вот такую комбинацию. И выигрыша здесь у белых нет. Но они походили Gf6. И после Fe3, Bc5, Hg3 через несколько ходов проиграли. А на этом у меня все. Всем спасибо. Пока.